Всем привет! Не дождалась я до субботы, чтобы записывать вам очередное видео и рассказать последние новости недели в Америке. Сегодня пятница. Вообще, я думаю, такие видео можно записывать каждый день, потому что все меняется ежедневно. Так что сегодня давайте узнаем, что же изменилось у нас за неделю? Что же изменилось? У нас стало больше безработных. За прошлую неделю 6 миллионов человек подали на безработицу. 6 миллионов человек подали на unemployment. Если получается 2 недели назад было 3 миллиона, то на прошлой неделе уже было 6 с чем-то миллионов людей, которые остались без работы. Следующая новость. Буквально на днях к нам в Ford, в которой находится 15 минут езды от меня, где паркуются все большие круизные лайнеры, припарковалось 2 круизных лайнеров с пассажирами, из которых 9, что ли, заболевших. 4 умерло. И их привезли и высаживали на сушу. Сразу же там их ждала скорая помощь, кого-то увозить в скорую помощь, кого-то обследовать, кого-то просто в emergency увозить. Я не знаю, сколько времени они провели в океане, что они не могли никуда припарковаться и даже показывали интервью одного из людей, который находился на этом лайнере. Я не могу поверить, что наша собственная земля, наш дом не разрешает нам вернуться домой. Я плохо сказала, дословный перевод, но я думаю, что примерно вы меня поняли о чем. То есть люди не могли вернуться домой, они застряли на этом лайнере, и из них заболело очень много и много. 4 человека умерло. Это просто реально, нереально. Не знаю, правда это или нет, но я слышала в новостях, что в Нью-Йорке, в Калифорнии такое правило вели, что на улице вы не имеете права ходить без маски. Это будет как-то караться законом, это как-то будет штрафоваться. И вчера мне тоже один знакомый сказал, что и у нас во Флориде все, кто просто ходит по улице, просто обязаны носить маски. Мне интересен такой вопрос. Если вы хотите, чтобы все носили маски, где людям взять эти маски, если они нигде не продаются, они реально нигде не продаются. То есть вы будете останавливать, штрафовать людей и говорить, что вы должны носить маски. Вы давайте людям эти маски, где их взять? Никого нету. Вы говорите, что там они заказали столько масок в госпитале, туда-сюда. Почему у обычных людей нет этих масок и вы хотите, чтобы мы ходили в масках? Кстати, у меня появились маски. Но не обычные, не медицинские маски, а просто маски, которые, знаете, для работников стройки, когда они одевают, чтобы пыль не попадала. Но хоть что-то, знаете, хоть что-то. И то, мне кажется, это огромный плюс. И теперь себя чувствую немножечко защищенной как-то. Наши больницы просто все уже переполнены. И если у вас нет каких-то, знаете, симптомов, которые прямо не критические, то в госпитале вас никто не повезет, потому что реально там нету просто места. Интересно для тех людей, у кого-то другая ситуация, у кого там, не знаю, сердечный приступ, у кого там, я не знаю, что. Другие болезни, другие операции. Как им быть, если сейчас все заполнено просто заболевшими? То есть многие слышали операции, допустим, у кого-то там люди, я не знаю, какая болезнь у них, рак, не рак, не знаю точно, что из-за этого и всей ситуации их какие-то операции передвигают на неопределенный срок. То есть люди ждали операции в течение долгого времени, и они не могут этого сделать. Потому что сейчас это ситуация с долбаным вирусом. И уже более миллиона заболевших во всем мире. Десятки тысяч людей уже умерло. Что будет дальше? Я не знаю. Говорят, что касается нашей страны, что вот как раз таки сейчас начинается самый пик, когда будет больше всего заболевших, больше всего смертей, а потом это как-то должно пойти на спад. Поэтому будем, я думаю, ждать и надеяться. А сейчас самое интересное, вам, наверное, интересно, сколько же у нас заболевших. Кстати, мой штат Флорида забрался уже на почетное пятое место по числу заболевших. И в четверг, то есть вчера, наш губернатор закрыл наш штат. Ему говорили делать это раньше, намного раньше. Но он тянул время, и поэтому заболевших больше, чем могло бы быть их меньше. Потому что если бы закрыли все перелеты из разных стран, из разных штатов, не позволяли бы туристам приезжать сюда на кораблях, если бы закрыли все-все-все, тогда, возможно, мы бы предотвратили. Но к нам прилетали и из других стран, и из других штатов. Ладно, в последнюю неделю они вели такое правило, что из трех штатов, такие как Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектик, Коннектик это три самых штата, которые огромная заболеваемость, конечно же Нью-Йорк, потому что там миллион людей живут просто. Все, кто прилетают сюда, к нам во Флориду, они обязательно должны садиться на карантин на 14 дней. А со вчерашнего дня, я так понимаю, что закрыли вообще полностью все. И не уверена я, есть ли вообще какие-то самолеты-перелеты, но мне кажется, закрыли просто все. Такие дела. Это уже было на прошлом неделе, я вам говорила, что когда вы приезжаете на пляж, здесь стоит полицейский. Если вы заезжаете на пляж с той стороны, со всех мостов и здесь стоит полиция. И большой знак, что пляж закрыт только для жителей этого района могут проезжать. Когда только это все началось, сейчас я вам скажу, как на самом деле здесь все происходит. Когда только все это началось, полиция стояла, останавливала каждую машину, проверяла каждую машину. Я даже аги показывала им сначала, только я не понимала зачем. А сейчас стоит полицейская машина, полицейский стоит, сидит в машине, занимается не знаю с чем своими делами. И люди просто едут туда-обратно, но они видимо надеются, что люди сами догадаются, чтобы сюда не ездить. Но я уверена, кто приехал сюда просто откуда-нибудь из другого места, то они заедут без проблем и ничего им не будет. То же самое на пляже была полиция. День назад я утром ходила, не на пляж, а возле пляжа. Я днем смотрела с балкона, люди гуляют, люди купаются. Не то, что там по многу, там один человек, здесь два человека. И я не видела полицейского. Я не знаю, я не знаю. Они видимо уже расслабиться спели или я не знаю что, но вот как-то так. Кстати, еще один случай на Ки-Уэсте. Когда вы едете на Ки-Уэст, то есть всего одна дорога, которая идет на Ки-Уэст. Один путь заезжать, один путь поезжать. И они поставили то же самое полицейских, которые отслеживают, кто заезжает туда на Ки-Уэст. И пускай только тех, кто там живет, кто там имеет какое-то, знаете, property, это значит какое-то свое жилье или еще что-то, бизнес и так далее. И тут тоже на этой неделе произошло. Одна женщина вообще из другого какого-то штата приехала на машине и сказала, не знаю, набрала она им что-то или еще что-то. Она сказала, что это моя мечта была все время, чтобы проехать все мосты до Ки-Уэста. Потому что на Ки-Уэст когда заезжаешь, там много мостов, длинный, самый такой длинный мост, еще другой мост. И вот она сказала, у меня была это всегда моей мечтой и я хочу это осуществить перед тем, как возможно, что она скоро и заболеет или еще что-нибудь случится. Ну и что вы думаете? Ее арестовали. Ее арестовали и посчитали как за малое преступление, потому что сказали всем, что никто не имеет права туда заезжать, тем более из других штатов. Ну а теперь, что касается заболевших, давайте я буду смотреть, вот здесь у меня написано, заболевшие всего сколько у нас человек, я так понимаю, из них заболевшие, из них и умершие, и выздоровшие. 213 тысяч 144 человека. Смерть 4513 человек. Ну номера, конечно же, просто нереально страшные. Давайте я напомню, когда мы с вами начали вести вот это вот. Первое видео у меня вышло 21 число, потом было 28 марта и сегодня апрель 2, то есть раз в неделю. На 21 число было заболевших 23 940, на 28 через неделю 85 356. И на вчерашний день 213 144 заболевших. Вы не думайте, что я как-то иронично смеюсь, у меня просто уже какая-то истерическая улыбка, наверное, что ли. Умершие было 301, потом 1246 и вчера 4513. На первом месте в Нью-Йорк-Сити, конечно же. Там 84 735 заболевших. Дальше Нью-Джерси, соседний штаб, 22 255. Там же Коннектикот, в Калифорнии 8155. В Флориде 7495. Мы, я так понимаю, на пятом месте. Вашингтон-Стейп, если у нас выходил на первое место, в самом начале, то сейчас там 5400. Получше дела немножечко. 213 144 человека заболевших. Как вы думаете, что будет через мир? Полмиллиона? Полмиллиона? Не знаю. Не знаю. Что касается безработицы, как я говорила, что у нас было, получается, 3.3 миллиона. Вот в первую неделю, когда я начала записать видео, то есть в эту первую неделю заполнила на безработице 3.3 миллиона. На прошлой неделе 6.6. Это уже почти что 10 миллионов безработных за две недели. Это нереально. Просто нереально. И что самое интересное, мне невозможно просто связаться с ними, с этим офисом по безработице. Я думала, это штат Флорида, потому что у нас все время все через одно место. Но оказывается, это по всей Америке, потому что, сказали, если, допустим, раньше у них было в день, не знаю, по 10 тысяч звонков, сейчас по 225 тысяч звонков. А работников нету? Работников нету. И я заполнила свой аппликейшн в прошлую среду, то есть прошло уже полторы недели, и у меня аппликейшн просто заблокирован. Там написано сообщение, что вы должны обратиться к агенту, связаться с агентом, чтобы предоставить больше информации. А ты звонишь агенту на один номер, на второй номер, я еще другие два номера нашла. Никто не отвечает, телефон занят, просто обрывается, пишешь имейл, имейлы тоже никто не отвечает. Я ему отправила лично письмо от руки, никто не отвечает, никто ничего не присылает, что делать, как быть. И я не одна такая, это миллионы людей, которые находятся в такой же ситуации, кто-то не может попасть вообще на свой аккаунт, заполняется это все онлайн. Анкеты через интернет, кто-то вообще не может попасть сюда, как у меня заблокировано тоже у многих, потому что мне не хватает какой-нибудь информации. Людям нужно платить сабилы, людям нужно как-то жить, как-то кормить людей. И когда мы получим это пособие, скажите мне, если обычное время занимает от трех до четырех недель для того, чтобы начать получать свое пособие, то сколько времени займет сейчас, чтобы хотя бы ответили на твой телефонный звонок в этой службе? Я не знаю. Я звоню каждый день, они открываются в 7.30, закрываются в 6.30, но когда ты звонишь им в 5.05, они говорят тебе, вы знаете, к сожалению, наш рабочий день сегодня закончен, звоните к нам завтра, несмотря на то, что они говорят, мы работаем до 6.30. Ты просыпаешься в 7.30, телефон уже у них просто срывается, сбрасывается. Я не знаю, я не знаю, как людям связаться с ними, это все показывается по новостям, и говорят, что они в каждом штате нанимают больше работников, больше помощи. Не теряйте надежды, что звоните, и в один прекрасный день кто-нибудь все-таки возьмет телефонную трубку и поможет вам с вашим аппликейшеном, и вы, наконец-то, сможете получать пособие по безработице. Когда это будет, я не знаю. Кстати, что касается безработицы, на данный момент сейчас проще найти работу, чем заполнить, получать пособие по безработице. На самом деле сейчас проще, потому что я думала, что работа вроде не будет за всего это, потому что все закрывали. Ты заходишь на сайт работы, я смотрю на сайте Indeed, работы прибавляются тысячами каждый день. Сейчас просто нереально сколько мест требуется работников, и они платят даже большую зарплату. Но никто не хочет работать, никто не хочет работать, никто боится. Все боятся. Кто-то боится, а кто-то просто умный, подумает про себя, зачем я буду работать, если я буду получать пособие по безработице, которое мне будет даваться как минимум, не знаю, сколько, на 3-4 месяца, и мне не нужно будет искать работу, и мне не нужно будет париться. Зачем я буду что-то искать, работать, получать меньшее, если мне государство даст деньги? Кто-то просто боится. Я все равно смотрю какие-то работы, я заполняю аппликейшн, но когда доходит стадия, как идти на интервью, у меня какой-то страх, паника, я думаю, нет. Я, наверное, все-таки пережду этот момент, и не буду пока рисковать своей жизнью. Допустим, вчера я смотрела работу в аэропорт, в район Plantation International Airport. Требуется человек на security point, который будет стоять, и всех, кто прибывает в аэропорт, он у всех будет спрашивать, откуда вы прибыли, насколько вы прибыли, ваша цель вашего посещения нашего штата, болеете ли вы, есть ли у вас температура, просто будет тупо стоять, и каждого человека вас таким вот образом проиграть, и за это не платит 15 долларов в час. По 9 часов в день, 6 утра до 3 дня, ты можешь работать, я так понимаю, 7 дней в неделю. Потом смотришь во все медицинские учреждения, в госпитале, у них, у всех требуются люди. Мне кажется, даже сейчас, если у тебя нет никакого медицинского образования, ты можешь попасть в госпиталь и быть каким-то там помощником, еще чем-то, и можешь даже научиться каким-то там элементарным делам и работать в медицинской службе. Но кто пойдет туда работать, когда там самая такая опасная зона, такая зона заражения? Никто не пойдет туда работать. Может быть, кто-нибудь и пойдет. Так что сейчас, возможно, зарплата будет на такие профессии, на такие должности расти. И сейчас настолько мало людей, что и они у тебя не спрашивают ни опыта, ни образования, ничего. Просто приходите и работать. Пожалуйста, приходите и работать. Не нам нужны люди, нам нужна помощь. Представляете, до чумом мы дожили? Просто, просто вообще. Как все поменялось, как все поменялось. Буквально за три недели с ног на голову просто все перевернулось конкретно. Взрыв мозга будет скоро. Продолжение следует... Продолжение следует... ... Продолжение следует...